Встреча с переходом на инвалидность 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 интересы тех или иных классов, но все прекрасно знают, что у нас произошла контрреволюция более 20 лет уже назад в стране, теперь у нас буржуазный строй, с этим это надо признать, и соответственно все те вещи, которые мы видим с экранов телевизоров, те политические заявления, которые нам выдают средства массовых информаций, естественно они защищают правящий класс, то есть класс буржуазии, класс капиталистов, и там ни о каком не может быть каком-либо заботе о противоположном классе, о рабочем классе, сейчас рабочий класс в нашей стране это наиболее угнетаемый, забиваемый класс, да, вот в таких условиях мы сейчас живем. Значит, Владимир Ильич отмечал далее, кто признает только борьбу классов, тот еще не марксист, тот может еще оказаться не выходящим из рамок буржуазного мышления и буржуазной политики. Марксист, лист, тот, кто распространяет признание борьбы классов до признания диктатуры прелетариата. Ну и действительно, вот у нас сейчас достаточно много, да, там политических партий, течений, которые относят себя к левому крылу. Ну и такой яркий пример, допустим, в прошлом году, вот насколько я помню, у нас проходила конференция, когда в разливе, значит, представитель КПРФ давал там Михаилу Васильевичу программу, проект программы партии. И Михаил Васильевич посмотрел и сказал, что в программе-то нету главного, нет признания о том, что должна быть диктатура прелетариата. То есть нет этой задачи, не стоит в программе КПРФ, вот что интересно. Ну уж я не говорю о таких, вроде бы, как там близких, как вот Справедливая Россия Мироновская, там вроде тоже, как считается, социалистической партией. Потому что, естественно, этого нет. То есть, что можно сделать, вывод какой? Что, собственно, эти партии стоят на позициях буржуазии и защищают позиции буржуазии, наверное. Теперь уже это явно совершенно, да и понятно, вроде коммунистическая партия Российской Федерации, но она совершенно не занимается рабочим движением. А это основной, мне кажется, в теории коммунизма. Значит, писал Карл Маркс, значит, о, тоже, о классовой борьбе. Свободный и раб, патриция и плебей, помещик и крепостной, мастер и подмастерие, короче, угнетающие и угнетаемые, находились в вечном антагонизме друг к другу, вели непрерывную, то скрытую, то явную борьбу, всегда окончающуюся религиозным переустройством всего общественного здания, или общей гибелью борющихся классов. Значит, это вот он характеризовал, значит, классовую борьбу до возникновения капитализма. Ну и действительно, из исторического опыта мы знаем, что был рабовладельческий строй, который потом сменился феодализмом, потом феодализмом, в результате все той же классовой борьбы. С феодалов, с вассалами, там и рабов, с рабовладельцами сменяли эти формации друг друга, капиталистическая, потом формация тоже, причем при смене капиталистической формации от феодализма, когда переходили, была череда революций и контрреволюций. И то же самое мы вот наблюдаем и сейчас. То есть, произошла у нас контрреволюция в стране... Ползучая. Да, ползучая, да, она... Ползучая, она явная, да, просто контрреволюция и все. Да и, по-моему, и, значит, и есть в работах Марса такая мысль, что и при смене капиталистического строя, когда будет социалистическая формация, переход коммунизма, тоже будет череда революций и контрреволюций. Значит, из теории классовой борьбы, значит, есть такой вывод, что пролетариат ведет свою классовую борьбу в трех основных формах. Во-первых, это экономическая борьба, это политическая борьба и идеологическая борьба. Ну, экономическая борьба, это борьба за профессиональные интересы рабочих. То есть, это повышение зарплаты, сокращение рабочего дня, улучшение условий труда. Из этой вот борьбы как раз и вышли профсоюзы. То, что вот у нас сейчас профсоюзное движение в стране, в общем-то, проходит период становления, развития, набирает, в общем-то, силу потихонечку, это как раз отражает экономическую борьбу рабочего класса в большей степени. Политическая борьба является высшей формой классовой борьбы пролетариата. Особенности этой формы классовой борьбы, взятой в ее полном развитии, состоят, во-первых, в том, что она означает борьбу за коренные интересы пролетариата. Во-вторых, политическая борьба, это общеклассовая борьба. Она означает уже не борьбу рабочих отдельного предприятия против своего хозяина, а всего класса пролетариев против класса капиталистов. И, в-третьих, в политической борьбе складывается партия, высшая форма классовой организации пролетариата. Самое главное в политической борьбе пролетариата, борьба за установление и упрощение им своей власти. Достижение этой цели невозможно без идеологической классовой борьбы. Задача, которая состоит прежде всего в том, чтобы высвободить пролетариат из-под влияния буржуазной идеологии. Идеологическая борьба призвана внести в массу пролетариата социалистическую идеологию, что необходимо для превращения стихийной классовой борьбы в борьбу сознательную. Ну, действительно, сейчас мы вот видим, что достаточно мало партий, которые ведут политическую борьбу. Практически мы занимаемся экономическими больше вопросами. Хотя, допустим, в программе нашей партии, рабочей партии России, и там есть достаточно программа прозрачная, и там записана как раз одна из задач, это, значит, установление диктатуры пролетариата. Владимир Ильич Ленин подчеркнул, что партия пролетариата должна уметь владеть всеми формами классовой борьбы, применять те или иные формы в зависимости от исторической обстановки. Успех, писал он, борьбы рабочего класса за победу революции, будет зависеть от того, насколько он и его партия обладают всеми формами борьбы, мирными и немирными, парламентскими и непарламентскими, и будут готовы к самой быстрой и неожиданной смене одной формы борьбы в другую. Установление диктатуры пролетариата означает не прекращение классовой борьбы, а ее продолжение в новых формах и новыми средствами. Пролетариат превращается в господствующий класс и приобретает такое орудие классовой борьбы, как новая государственная власть. Ну и тут, например, такая власть, как советская власть. Советы создали стихийно революционным творчеством масс в 1905 году в Иваново-Вознесенске. И Владимир Ильич как раз они и стали прообразом вот этой ленинской власти Советов. Ну, все мы знаем, что такая подлинная советская власть, она просто существовала до 1927 года, когда были выборы по предприятиям. Поправляют меня более знанищие люди, да, до 36-го года. Ну, значит, тогда существовали выборы по предприятиям и за власть шли рабочие с предприятий. Там же была система отзыва. То есть, если люди видели, что там человек сидит не у дел и занимается не тем, было очень легко отозвать. Что, допустим, даже в профсоюзном сейчас движении люди выходят наверх вроде бы из рабочих, становятся там освобожденными от всякой работы. Дел занимаются только вот этой профсоюзной бюрократией, но, как оказалось, на практике снять их практически невозможно. То там было действительно вот это вот отработано, вот эти вот вещи. Ну и потом, значит, и в понятии, тоже тогда произошла подмена понятий, когда стали убирать слово рабочих и заменять его на работники. И выборы, соответственно, перенесли на территории уже с предприятий. То есть, собственно говоря, на этом тогда вот советская власть закончилась. Значит, основным вопросом классовой борьбы в переходный период является вопрос, кто кого, кто победит, социализм или капитализм. Обострение классовой борьбы может быть вызвано, значит, двумя причинами. Ну, это действиями врачебных эксплуататорских классов, пользующихся поддержкой со стороны капиталистического мира и наступлением социалистических элементов на капиталистические, вызывающими усиление сопротивления последних. Ну, вот и Владимир Ильич, значит, как бы определял следующие формы классовой борьбы пролетариатов в связи с этим. Во-первых, это подавление сопротивления эксплуататоров, гражданская война, все, что у нас было после 1917 года, нейтрализация мелкой буржуазии, использование буржуазных специалистов и воспитание новой дисциплины. То, что было для того, что было сделано для построения советской власти. Ну, значит, как обстоят дела с классовой борьбой в современном мире? Ну, вот я как бы в современной России как бы говорил, что рабочим движением занимается достаточно, в общем-то, в узкий круг, к сожалению, политических партий и организаций. Но, в частности, наша рабочая партия России этим вплотную занимается. Значит, проводится, ведется работа с профсоюзными организациями. В основном, значит, вот эта работа сводится именно к экономической борьбе, потому что, в основном, и вот видно, что вот из последних постановлений Российского комитета рабочих, который проводится два раза в год у нас в Нижнем Новгороде, значит, ставятся вот определенные задачи такого экономического плана. Ну, я просто зачитаю. Добиваться, это вот последний комитет рабочих проходил 17-18 октября 2009 года, то есть совсем недавно, и вот как бы вышли вот эти вот постановления. Добиваться заключение коллективных договоров, предусматривающих приближение реального содержания заработных платок, стоимости рабочей силы, подготовку кадров, улучшение условий труда на основе обновления производства. С целью обновления производства требует соблюдение прогрессивных сроков амортизации, и направление не менее 50% прибыли на накопление. Использовать средства массовой информации, ну, кто просто прокомментирует, значит, вот это вот приближение содержания заработной платы к стоимости рабочей силы, значит, как процесс проходил, значит, несколько лет уже назад докеры морского порта Санкт-Петербурга посчитали стоимость своей рабочей силы. Значит, вышло это на ПКТ, первый контейнерный терминал вышло, где-то по ценам, это уже 2007 года, тогда еще было порядка 202 тысяч рублей в месяц. И, значит, была создана программа коллективных действий в прошлом году, которая, значит, и включила в себя вот это вот положение, о том, что нужно добиваться, значит, уровень, приближения уровня реального содержания заработной платы, приближать на уровень, выходить на уровень стоимости рабочей силы. Ну, в разных отраслях люди считали там свои, свою стоимость рабочей силы у каждых получилось по-разному. То есть, даже получилась такая вилка от 60 тысяч до, там, больше даже 200, двух, там, по-моему, до 300 даже тысяч выходил. Ну, и вот эта задача была поставлена. Она была поддержана многими организациями. Это Федерация профсоюзов России, достаточно крупной профсоюзной организацией, которая вот как раз ведет большую вот эту вот работу с профсоюзами, с Россией, с наиболее такими продвинутыми профсоюзами, которые не на словах, а вот на деле, в общем-то, защищают интересы рабочего класса. Значит, дальше. Использовать средства массовой информации, тираж которых должен несколько раз превышать число работников предприятий. Для распространения информации о деятельности рабочих профсоюзов следует использовать электронные средства коммуникации, в том числе интернет. Ну, у нас, по крайней мере, выходят три газеты. Это вот народная правда, правда труда и за рабочее дело. То есть, достаточно такой большой набор средств массовых информации, которые вот это вот продвигают все вот эти вот вещи. И, соответственно, есть сайт в интернете, где тоже все и постановления Российского комитета рабочих, все там проходят они на сайте в интернете. Третье. Учитывая возможности и случаи перехода некоторых профсоюзных работников и активистов на сторону работодателя, необходимо обеспечивать преобладание рабочих в руководящих органах профсоюзов. Но, к сожалению, да, вот такие вот тоже и в Российском профсоюзе докеров есть негативные вещи, когда некоторые отдельные лидеры переходили, в общем-то, ну, пытались они это сделать скрыто, но все это получалось явно там, куда все вылезало наверх. И сейчас некоторое реформирование происходит в нашем профсоюзе докеров, значит, принято решение создать региональную организацию, что дает больше самостоятельности организациям. То есть можно уже от таких подгнивших лидеров и подгнивших организаций как-то отмежеваться, и если уж там несколько организаций приняли какое-то решение, допустим, борьбу за приближение зарплаты к стоимости рабочей силы, то вот эти несколько организаций будут отстаивать. Если кто-то это не хочет этим заниматься, ну, он и не будет. Четвертое. Рабочим профсоюзом численных членов, которых меньше половины трудового коллектива, необходимо проводить работу по созданию проектов прогрессивных коллективных договоров и по их продвижению, по организации получения доверенности от работников на предоставлении их интересов, на коллективных переговорах и при введении коллективных трудовых споров. Ну, тут понятно, что если численность профсоюза меньше, чем количество работников на предприятии, то можно добиваться перевеса, значит, и возможности говорить от имени всех работников предприятия с администрацией таким путем, получением доверенности. Участвовать в заседании российских комитетов рабочих для налаживания и укрепления связи между рабочими профсоюзами, координации действий организации взаимопомощи между рабочими профсоюзами организаций. Ну, и вот второе постановление, я считаю, такое более... То есть уже, как бы, опять очередной шажок вперед такой сделан. Значит, он касается действий рабочих организованных профсоюзов в период экономического кризиса. То есть это уже такие рекомендации, как бы, идут и правительству. Значит, тоже зачитаю. Российский комитет рабочих рекомендует рабочим организованным профсоюзам добиваться осуществления следующих антикризисных мер. Во-первых, государственным органам и должностным лицам своих действий по преодолению кризиса руководствуются концепцией долгосрочного социально-экономического развития России на период до 2020 года, утвержденный распоряжением правительства Российской Федерации с 17 ноября 2008 года. Ну, плохенькая она, конечно, концепция и на буржуазных, так скажем, позициях. Но, тем не менее, продвижение вперед все-таки вот есть. И, конечно, вот и Российский комитет рабочих. Все то, что хоть как-то положительного выдает там наше правительство, ну, нужно, наверное, это все-таки поддерживать и продвигать. Государству исходить из того, что выход из кризиса возможен только на основе обновления основного капитала. А главной формой обновления является амортизация с периодом, равным циклу обновления средств производства не более 10 лет. Поэтому государство обязано в кратчайшие сроки выработать и последовательно применять законодательные финансовые меры по лишению собственности тех владельцев предприятий, которые допускают превышение 10-летнего срока амортизации. И направляют менее 50% прибыли на накопление основного капитала. Ну, вот очень хорошо показалось, значит, в период кризиса вот эти вот все вещи, когда капиталист в свое время там выкупил предприятие, приватизировал их, акционировал, выжил все до последней капли, не вкладывая ни копейки в развитие предприятия. А потом, когда начался кризис, вроде у него стала падать прибыль, он их стал сокращать. Эти предприятия попытался от него избавиться. Значит, ну тут правительством было, значит, проведено ряд мер. То есть выкупались эти предприятия, вот, сдавались какие-то государственные заказы. То есть вроде бы как бы за счет, опять же, тех средств, которые шли из наших карманов, так сказать, из карманов, ну, из тех средств, которые мы, мы налоги платим все, особенно кто работает, да, вот. Значит, на поддержание на плаву этих предприятий, то сейчас пошел уже обратный процесс. Вот уже правительство говорит нам о том, что хватит все эти предприятия, которые государство выкупило, которая попыталась, значит, вытянула из ямы из этой, обратно продают собственникам. Вот Медведев тут совсем недавно об этом сказал. Ну, наверное, до следующего кризиса опять так же выжмут все соки из него и начнут выкидывать. Вот, и тогда при таком подходе, о каком развитии там промышленности может вообще идти речь, как были, наверное, сырьевым государством придатком, так, наверное, и останемся. Законодательно устанавливать режим увеличения реальной заработной платы работников и приближения их к стоимости рабочей силы. При этом доходы топ-менеджеров не должны превышать восьмикратной величины средней заработной платы на предприятие. Ну, понятно, что там доходы топ-менеджеров, по сравнению с зарплатой рабочих, это, наверное, в сотни даже, наверное, раз у них больше. Ну, то есть как-то тут, значит, во-первых, цель приближения зарплаты к стоимости рабочей силы, чтобы хотя бы рабочие и его семья могли воспроизводиться нормально. Нормально. То есть нормально существовать, нормально жить по-человечески. Ну, при этом, да, придется сокращать доходы менеджеров предприятий, которые забирают большую часть прибыли себе в карман. В целях ликвидации превышения товарного предложения над противоспособным спросом государству проводить политику снижения тарифов ИЦИ за счет снижения себестоимости на основе роста производительности труда под воздействием научно-технического прогресса. И необходимо стимулировать тех собственников, которые снижают ценность с целью преодоления и профилактики затоваривания. Ну, в период кризиса как раз ни одно выступление представителей правящей верхушки вот как раз об этом не было. Хотя, отчего идет кризис? То есть падает покупательский спрос. Товаров много, столько не могут купить. кризис, ну, классический у нас был кризис перепроизводства. Тут бы наоборот, поднимать заработную плату и снижать цену на товар, то есть повышать покупательский спрос. А нет, делается все наоборот. Как раз собственники предприятий пытаются как раз решить все проблемы за счет рабочего, опять-таки. То есть делают, что, значит, и это поддерживают ФНПРовские профсоюзные организации. То есть сокращают рабочую неделю, рабочее время сокращают. Дополнительные выходные, естественно, не сохраняют в этом зарплату. То есть это все за счет кармана рабочего пытаются сделать, решить свои проблемы. Вот таким вот образом. Хотя нужно как раз решать кризисные вот эти моменты в капиталистическом обществе, как раз вот оттолкиваясь от другого. Наоборот, повышать зарплату и снижать цену на товары. Государству закрыть все спекулятивные ростовсические организации, выступающие под лещиной банков. И оставить 2-3 настоящих банка, аккумулирующих временные излишки денежных средств в хозяйственном обороте. И направляющие их тем, кто использует их для расширения воспроизводства. И последний пункт, 6-й. Работодателям в целях преодоления кризиса в соответствии с концепцией дорогосрочного социально-экономического развития России на период до 2020 года обновляет основной капитал, повышает реальное содержание заработной платы на основе инноваций, увеличивает производительность труда работников, снижает трудоемкость и цены на производимую продукцию. Ну, то, что, в общем-то, я о чем и говорил. Вот и действия рабочих, организованных в профсоюзе, по преодолению кризиса обеспечения развития работников на основе научно-технического прогресса, будут успешными тогда, когда они обретут целенаправленность и согласованность, в том числе благодаря формированию партии рабочего класса. Ну и действительно, пока... Да, и вот я хочу сказать, что, в общем-то, вот это вот постановление Российского комитета рабочего, это уже вот пример, я думаю, такой, начала политической классовой борьбы, мне кажется. Потому что до этого, в общем-то, мы все решали экономический вопрос, а тут вот стоят задачи уже политические, более широкие. Ну и действительно, вот без партии рабочего класса, коренные задачи рабочего класса решить невозможно. Но вот пока, пока с этим туго. То есть, как бы, партия, такие партии есть, вот, есть все предпосылки для работы этих партий с рабочими, но все это пока вот находится в стадии установления, так скажем. Не общего. Что, товарищи, вопросы будут? Будут, да. Ну, давайте тогда помочь. Вот как раз вот. Товарищи, представляешь, соседний Владимир Тимович. Два вопроса даже. Вот было высказано положение, уважаемым вектором, о том, что советская власть вот закончилась где-то в 20-х годах, а в 36-м году, да, вот, так сказать, как вы считаете, нет разницы между обществом в 20-х годах и обществом в середине 30-х годах, то есть 10 лет прошло. Вот. Ну, и второй сразу вопрос. Вы знакомы с Таджаном Сталина о конституции? Да, вот, как раз, в общем-то, разъясняю. Ну, конечно, разница есть, но вот все-таки произошел вот этот поворот. То есть, я считаю, что та власть, которая была задумана Лениным, советская власть, она вот уже закончилась тогда. Причин. Как не так? Ну, я же объяснял причину. Вот в 36-м году, когда перенесли выборы с предприятий на территории, и заменили рабочих на понятие работников. То есть, туда уже во власть пришли люди не исключительно рабочие, пролетариат, а пришли уже люди разные. Что произошло? Что рабочий может проконтролировать, если он в станках стоит как приклеить? Давайте, давайте, давайте это самое, по порядку. Значит, на вопрос отвечу. Нет, ну, да поэтому надо как-то по очереди выступать. Значит, ну, я так сказал, что было прекращено главные условия понятия советской власти, это выборы по предприятиям. И то, что они себя по объективным причинам исчерпали, это, конечно, истине не соответствует. В конце 80-х годов, объединенного хватом трудящихся, остается вопрос о возобновлении выборов по предприятиям. И, ну, он тогда не прошел, но, тем не менее, большой резонанс в обществе, в профсоюзных кругах, в партийных он имел. И это, конечно, была грубая ошибка руководства страны, отказа от выборов по трудовым коллективам. Это сердцевина рабочей власти, его основа. Без этого советы, можно назвать советы, можно назвать паргамент, можно назвать, как там, КНЕС, там, этот, в Иране, там, МЕРЖЛИС или как-то еще. Это не имеет никакого значения названия, а это принцип выборный орден, где выбираются люди по территориям и, соответственно, являются объектами определенного, могут являться объектами определенного обогванивания. У нас в стране это не сразу почувствовалось, потому что партия строилась по производственному принципу. И поэтому у нас резкого такого скачка, загнивания не произошло в 30-х годах. Но потом это, тем не менее, свой урод сыграло. А насчет рабочего приклеенного. Приклеенные рабочие действительно ничего не решат. Рабочим надо в свободное время не у телевизора сидеть и не водку пить, а развиваться и думать о том, как здесь свой урасть. Иначе приклеенные рабочие ничего не решат. Ну, это действительно. По профсоюзным организациям это очень хорошо видно. Вот вроде бы профсоюз докеров, а там в основном все сейчас освобожденные работники, они работали докерами, не много лет. Однако прошло какое-то время, и люди, не все, конечно, но часть этих людей, которые до этого участвовали в совместной борьбе, вдруг стали на позиции буржуазии, на позиции работодателя, стали поддерживать. Понимаете? Ну, я говорил, что их брать-то оттуда очень сложно. Как оказалось. Не переизбрать, ничего, потому что у них там административный ресурс, у них финансовый ресурс есть. Главное, допустим, на то, что вот рабочие, как товарищ верно сказал, приклеены к рабочему месту, вот как только мы пытались поставить вопрос о том, что давайте делать так, допустим, вот выбирают председателя правкома, он, допустим, и замы председателя правкома, два, две должности. Значит, председатель правкома полгода руководит, потом меняется, идет он на причал, работает в бригаде, руководит замы. И так они меняются. Там такой поднялся шусер. Вот. В верхушке профсоюза, что это надо было видеть и слушать. Есть еще вопрос. Пустите, давайте по порядку. Вопросы. Это у вас сказали, я сейчас последний славаика, приблизительно, какой курт был. Да это... Это шестой, даже седьмой. Мы живем до 18 лет, и поэтому интересно. Что-то будет. Некомендую. Вот где парь пока. Так, Тать, еще вопрос. Я еще такой вопрос. Пожалуйста. Вот насчет приклеенности рабочего и рабочего места. Ну, конечно, как сейчас, по 12, так по 10 часов, это действительно приклеивание. Но и товарищ Старин в своих работах неоднократно заявлял, что до 5-4 часов рабочий день должен быть у рабочего. И тогда он будет развиваться в свободное уже время. Этот прогресс сейчас не идет и говорит что-либо на связи рабочего в настоящее время с жизнью в обществе. И получается, не получается. Человек действительно рабочему некогда. И его задевает телевизор. У него все в конце оброга. не получается. И такой возможности. И не в ком обманывают. А вот товарищ Старин в обществе часовой рабочий день. Как вот это момент? Нет, я, конечно, за то, чтобы сокращать рабочее время. Это правильно. Я совершенно с вами согласен. Чтобы у рабочего действительно была возможность развиваться. Но я вам хочу сказать, что у нас проводятся комитеты рабочих. Люди приезжают. Много рабочих туда приезжают в том числе. То есть находят люди время. Те, кто хочет из рабочей среды этим заниматься, находят время. Вы знаете, даже при 12-часовом, мне кажется, рабочем дне. То есть ночными сменами. Сейчас у нас под зону 40-часовая рабочая неделя и 8-часовой рабочий день. До революции была 12-часовой рабочий день. Работа и двухсменная работа была с 8 до 8 утра. И с 8 утра до 8 вечера. И с 8 вечера до 8 утра. Тем не менее, те рабочие читали капитах и, в общем-то, развивались. Так что это здесь не надо гнаться за сверхурочными, чрезмерно деньги зарабатывать. Но это вопрос от старости определенной слабости нынешнего рабочего класса. Ну и телевизор не обязательно смотреть. Тоже никто насильно не заставляет. Так, товарищ Виляек. Ильич, хотел бы вас спросить. Скажите, пожалуйста, в современном обществе существует сколько классов? Но я хотел бы просто узнать. Какое количество классов в современном обществе? Это первый вопрос. Второй вопрос. Считаете ли вы, что научно-технический прогресс, неизбежное развитие, которого, да, ведет к тому, что внедряются новые средства производства, которые уменьшают, соответственно, я имею в виду там роботы, новая техника, она уменьшает долю непосредственно работников, рабочих, которые участвуют в производстве, да, и, соответственно, с этим не несет именно очень технический прогресс той грузы, то, что мы, в конце концов, не сможем прийти к иммунизму. Ну, это что такое? Ну, классов-то у нас два, раз мы живем в буржуазином, буржуазином обществе. Товарищи, это вы не правы. А мелкая буржуазия пододелась. Мелкая буржуазия, да Каная, да Каная есть буржуазия, все равно. Нет. Почему это? Водитель грузовика, и вот, собственно, какая же это буржуазия? Это водитель, который владеет своим грузовиком. Так же, как вы бы крестьянин скажем, какая же это буржуазия? Мелкая. Мелкая буржуазия. Это друженик. Товарищи дорогие, мягкая буржуазия, мягкий капиталист, это разная вещь. Если какой-то мягкий капиталист, там держит трех женщин, которые на трех уграх стоят, и яйцами там торгуют, сродка, это мягкий капиталист, да, это одно дело. Но под мягком буржуа, под красным мягкой буржуазии, имея в виду классика маршизма, совсем не мягкие капиталисты, а друженики, которые просто являются собственниками своих средств производства. Это крестьяне-единоличники, это водители грузовика, собственники грузовика, это программисты, которые на собственном компьютере работают. Вот что такое мягкое буржуазия. И класс этот... На рынок. На рынок, конечно, куда же. На рынок работают. На рынок работают, да. Вот. А так это... И этот класс марцев, вопреки, так сказать, марк считал, что они куда-то денутся с развитием капитализма, останутся только буржуа и пролетарии. Но вот товарищ Марк здесь тоже, видимо, немножко промахнулся. И вот в порах этого современного капиталистического общества, в порах монополистического капитала, эти мягкие буржуане живут, и благодаря тому, что монополии задирают цены на услуги, они могут вполне существовать, кормиться. Так что здесь это три класса. Можно вопрос? На интеллигенции является три класса? Нет. Салистой. Ну, это устаревший. Программисты, например, программисты-компьютеры. Это прочитатель. Это кто это? Нет, ну, во-первых, товарищи, давайте здесь так. Слова дословно не надо переводить. Вообще, вот, скажем, если вот пытаться по дословному переводу слов понимать чего-то, ну, скажем, по-английски танк, это бак, или цесцерн, или раха, что-то такое, да? И пролетарий, это вот древнеримского пришло, это вообще означает, насколько человек, не имеющий собственности. Сюда можно и бомжей записать, и интеллигенцию, которая без собственности, и рабочих, и всех. Вообще, когда понимается, под пролетариатом рабочий класс, как Ленин понимал, рабочий класс, в первую очередь, крупных предприятий. Вот такой рабочий класс, пролетариат. Интеллигенция, и рабочий класс, это те, кто работает, в результате деятельности, которых появляется непосредственно материальный продукт, либо энергия, либо этот продукт перемещается, транспортники. Программисты, которые оседают программу, умственный продукт, никак к рабочему классу не относятся. Никак. Но пролетариат. Конечно. Особо на крутых поворотах истории наибольшей степени яркости проявляется характеристика класса, в том числе и мелкой буржуазии. В 1919 году Владимир Ильич Ленин простыми словами в «Интеке» объяснил. Мелкая буржуазия, это и есть труженик, но только на половину. На только половину с такой пункт и пункт. Тогда вопрос о том, что уже невозможно некрасно. Именно так проявлялся как в «Интеке». Это и есть классическая мелкая буржуазия. И в том числе самое надо сказать про современную метку буржуазии. Так, спасибо. Дорогин Михайлович. Я хотел бы задать вопрос. Дорогин Михайлович, президент фонда рабочей гигиемии, профессор Градский начальник. Вы сказали, Евгений Михайлович, что классная борьба стала политическая. А бывает классная борьба неполитическая? Да, наверное, не бывает. Наверное, все формы классовой борьбы, мне кажется, они политические, конечно. Даже профсоюзная борьба, которая, в общем-то, экономическая, все равно она влияет на политику. Тут никуда. Так, еще вопрос, товарищи. Чем вы объясните вот такое непротивление, такой конформизм, не только рабочих, но и рядовых, трудящихся. Случай, чтобы не платить зарплату по полгода терпения, случай вошел в истории уникальный. Тем, что советские времена находились в тепличных условиях. Тепличные растения, они вянут, попав в строгое условия, в заморозках. Вот если бы у нас сейчас прекратилась электричество, тепло, нас в пещере загнать, в костра сидеть, вот здесь две трети вымрут, если не больше, если не 9 десятых. Более высокий тип общества, он подразумевает определенную тепличность и определенную слабость его членов в каких-то отношениях. Российский комитет рабочих в Нижнем Новгороде собирается. Да, собирается. Каждый полгода. Да, это... Ну да. Здесь, Ленинград? Да. А здесь проводили почему-то в Нижнем Новгороде. Он регулярно. Я хочу сказать, по-моему, первый год, когда они приехали представители туда, в Нижний Новгород. Ну это как-то вот так традиционно уже не... Это самое... Собираются в Нижнем Новгороде. Вот. И первый год, когда они приехали, вот, представители профсоюза докеров. Первый год вот это, наверное. И второй вопрос, это самый еще уточняющийся за этим ответом. Выходи в комитет, приходи, правильно выгоди, прекрасно сказали. Если человек хочет, он, в общем-то, найдет. Нет. Он будет, я, как-то... Он иногда спеет, он ночью, что, пока, а он ночью не работает, я и ночью не приду. Если человек хочет, правильно говорю, отлично. Что с нами произошло, да? Все эти вопросы, ну, я там другого уже лагеря, что с нами произошло, 18 лет, правильно? Вы только сейчас, я не знаю, у меня слух, что ли, сракотный, я в поведенном слуху, у меня профессорами, это валибанная, я летчик, уродов был слух. Так вот, мне интересно, я слышал все время, вы сейчас сказали, программа до 2020 года, это положительные моменты, надо прислушаться, там, правительство объявило, да, и надо ее поддержать. Вот так сказали, да? Ну, да. Вы сейчас слушали и думали, что за люди пришли, откуда они? Кто они такие? Мне интересен вопрос. Мы же подъедем. Я смотрю, опять эти сказки. Никита Сергеевич пришел, 20 лет материальная техническая база будет построена. Какой прекрасный, как он Сергей Горбачев. Слушайте, товарищи, и пошел, и пошло подъем. А, всех хватит. И пошло, 4-5 лет, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А экономика, где никто не занимается. Страна огромная, махалит, где круто, вот. Прекрасное вот отражение фотокорреспондентами Советская Форта. 82-й год. И прочее, я попал в Бугу. Случайно я зашел в Камбири, где где-то тут. Вот лежат. Интересно, между прочим, продолжение к этому. Не знаю, сейчас. какие-то... Просите, ради Бога, но это у вас возникление. Нет, так, у вас просто теперь, что хочешь. А главный это вопрос. Кто 500 миллиардов-то набрал, кто 500 миллиардов-то набрал. Вот это мне объяснили. И культурной столице, культурной столице, почему же, тогда, если у нас собирает бутылки, недавно мне сказали, я же не знаю, я же в телевизор не смотрю принципиально, мне не до него, вообще-то плачет. И принципиально его не смотрели. Так, товарищ, давайте так, выступление, если пошли, давайте ограничимся все-таки как-то. Две-три минуты, я думаю, надо ограничить. А пришел, я переобравительствуюсь. Кто? Лектор. Как лектор, вот. Нет, вы сказали, задерживаются. Вы пришел ректор, начальник, который ведет занятия. Он меня попросил вести. А ректор от слова лекции, вот он. Очень интересно, Юрий Иванович, не кажется ли вам несправедливым то, что во власть выдвигаться должны одни только рабочие? Тогда как с техническим прогрессом, который мы наблюдали в продолжении многих лет советской власти, не столько увеличился рабочий класс, как, например, вот эта самая прослойка, ну и прочее. Вы меня поняли. Так я правильно говорю? Теперь, было тогда при советской власти выдвигали кандидатов от предприятия, те же самые наши, те же самые, кого выдвигала чайник цеха, лаборанты, и их однако учили, и они потом работали как надо во власти. Так вот, что у нас при справедливом должном обществе, которое должно быть, установлено, будут только рабочие во власти или как-то будет это организовано по-другому? Все, как-то, не будет. Когда рабочие во власти, это же не рабочие. Не рабочие. Да, прости вы. Рассказывать. Не жал, был рабочим. За 2 года он не станет дураком. Он за 2 года работает. Во власти он не станет дураком. Все равно он переродится. Не надо. Конечно, в этих органах власти должны быть не только рабочие, но большинство должно быть рабочих. И решение по основным вопросам принимать рабочие. Вы согласны с тем вообще, что сейчас у нас творится в стране? Мы здесь потому, что мы не согласны. Конечно, я против, капитализма и за социализм и коммунизм. Конечно, я не согласен. Но где мы оказались? В капиталистическом обществе в период контрреволюции. Там оказались. Так, товарищи, переходим к поступлению. Значит, два слова, вот если позволите, просто я бы хотел ответить. Конечно, рабочих только во власти никогда не будет до полного коммунизма. В полном коммунизме соответственно разделение труда, и все будут работниками, все будут во власти. Но тогда не будет ни государства, ни власти как таковой. Сейчас, конечно же, речь идет не о том, чтобы рабочие непосредственно сидели в управляющих органах, а речь идет о том, чтобы рабочие выдвигали и выбирали по производственным округам на предприятиях. Надо сказать, что никто другой, как рабочий, не заинтересован так в развитии той же интеллигенции, как никто другой так не заинтересован. Но именно рабочие, они накормят интеллигенцию и дадут зарплату такую, чтобы люди творческие, люди могли что-то создавать, и их согреют, обходят и облевеют. Значит, пожалуйста, Михаил Васильевич. Я, когда вы подпаду вопрос, вопрос, первый вопрос стоит, вопрос о том, а надо ли нам поддерживать концепцию социально-экономического развития, если мы этого заработаем. Значит, что такое социализм? Социализм – это строй, который вырастает из капитализма. Поэтому должны ли мы поддерживать элементы социализма, если они появляются в рамках капитализма? То есть, мы не будем их поддерживать, мы никогда не подочим социализмом, потому что капитализм и крупная машинная индустрия представляет свою полную материальную подготовку социализма. И если нам длительной борьбой, которая является формой классной борьбой, удалось заставить единственное, можно сказать, буржуазное правительство в мире, единственное, составить долгосрочную программу развития страны, а вы что, знаете, еще на ту страну буржуазную, которая составила программу до 2020 года, тогда мы что, отвечали, что нам удалось это сделать? Мы издевались над ними. Я, например, издевался и говорил, так, вы хотите быстро ехать, а у вас посварники, вы видите на один метр. Как вы собираетесь управлять страной, в которой у вас нет никакого горизонта? Если этот горизонт расширяется, если им приходится в этой концепции выговаривать, что надо, оказывается, развивать отечественное производство в отечественное, а не иностранное. А на практике они что делают? Они развивают иностранное производство, а не отечественное. И теперь они делают противоречие с той концепцией, которую утвердил товарищ Путин, как бы правительство утвердило. Так можно в эту концепцию пикать носом и показывать, что вы не можете даже выполнить коррективные интересы своего класса. Поэтому вы руководить-то не можете. Поэтому тогда не можно говорить, что руководить может рабочий класс, который, если он будет делать программу, то он будет ее выполнять, но он не ограничится программой и тем более концепцией. А он пойдет дальше, он сделает план, и мы должны доказывать, что план многократно выше, чем какая-нибудь концепция. Это первое, что я так делаю. Второе, я вам хотел немножко москорить с Иваном Михайловичем. Думаю, что все-таки задача у нас в том, чтобы не просто мы посылали интеллигентов в органы власти, а чтобы у нас в органах власти, прежде всего в Советах, находились рабочие. Рабочие. И чтобы этим рабочим давалось время для выполнения государственных функций. Как и Вене ставило вопрос в программе, что 6 часов производительного труда и 2 часа. С обязательством 2 часа поделить обучение военному профессиональному искусству и практическому обучению техники государственного управления. У нас страна, не на той территории шла при социализме, когда мы все время увеличили производительность труда и плодили новое количество столов и новых людей за этими столами. Вместо того, чтобы давать больше свободного времени рабочих, чтобы они больше могли участвовать в управлении. и ничего страшного не будет сейчас, если мы в профсоюзе уже сейчас будем. Вместо того, чтобы сражать 6 освободенных работников, как вот, но не на высшем азоте было, 6 освободенных работников, вместо того, чтобы 12 человек, которые половину времени будут работать, на производстве на половину времени, будут заниматься профсоюзной работой. И никто не убьет, никто не переродится, потому что тот, так сказать, работник аппарата, не имею в виду, химического производства работы, аппаратчик, который в то же время занимается половину времени за профсоюзные деньги, профсоюзные работы. Так? Он остается рабочим. А вот те люди, которые превращаются в нерабочих, они не рабочие и не интеллигенты, потому что интеллигент относительно знания. И это, скажем, приберительно к тем, кто занимается политической работой, к членам партии рабочего класса, к членам РКРП, рабочая партия России, а другой другой. Это люди, у которых в голове бужаная идеология, а он освобожденный от чего? От производительного труда. Поэтому он ничего, от всего освобожденный. И он начинает тянуть деньги на работодательность. Последние события в этих вот лет показали, что новые профсоюзы, хорошие, привыки, ложь или ана, переживают этапы предательства, систематического предательства со стороны освобожденного руководителя. И мы должны на будущее, для будущего социалистического общества осознать, что надо по мере того, как будет увеличивать проговорительность труда, больше давать времени рабочим, а не кладить новых интеллигентов, которые будут средними интеллигентами ниже уровня среднего. Потому что ни в чему хорошему это не влияет. А что касается необходимости профессионалов, научных работников, интеллигентов, художников, композиторов, представить, это само собой ясно, что они должны быть. Но они должны быть для того, чтобы обеспечить развитие всего народа, и прежде всего рабочего класса. Потому что рабочий класс находится в худшем положении, он может улучшить свое положение, только улучшить положение всех. И кто таким свойством больше не обладает. Поэтому речь не идет просто о том, чтобы были рабочие во власти, а чтобы рабочий класс был в власти. Мы хотим говорить, а рабочий класс может быть в власти только при наличии партии, при наличии интеллигентов, которые стоят на его стороне. Но если он сам не будет разбираться во власти, а все будет только кого-то направлять. И вот, а сейчас шаху-ушанку на глаза надедут и поведут их не туда. Как мы это и видим. Еще товарищи есть? Товарищ Савер, пожалуйста. Не делайте вопросы. Вопросы кончились, товарищи. Товарищи, товарищи. Еще выступления пошли. А, это Михаил Васильевич. О том, что рабочий класс советский был в 1600-е, не могу согласиться даже, что это неправильно. Чтобы тот, кто помнит все в несколько годов, тот понимает, с каким напряжением приходилось трудиться рабочего класса. Это действительно так. Значит, ну, кто-то и пел, что нет, нельзя обеспечить гегемонию рабочего класса одно лишь только работа на производство. Количество слезарей и даже высокой квалификации еще не обеспечивает гегемонию. И даже представительности не обеспечивают гегемонию. Потому что и даже система выборов по округам абсолютно не обеспечивает пища. Правда, по округам не может обеспечивать абсолютно гегемонию. Почему? Ну, только так вот. Абстрактно. Представьте, что сегодня вдруг к институции появился выбираем как производство и кого выберем сегодняшний рабочий. Поэтому вопрос о господстве рабочего класса сложный, но мы должны сделать все-таки вывод о том, что не участвовая в управлении народным хозяйством рабочий класс значит, вольный или не вольный, он отстраняется от своего господства. Он теряет вот это самое свое преимущество, а свою в конце концов власть потеряет. Это мы ищем. Поэтому не был он в степличных условиях, а страдает сегодня своей неорганизованности именно потому, что утратил на организованной борьбы за свои интересы. Да, еще делился власти. Значит, и страдать мы сегодня не только от того, что хлеба ему не достают, это тоже не так. в общем и целом хватает. Но утрата тех социалистических отношений в обществе, которые даже не осознаются зачастую, даже не осознаются зачастую, это и есть главная причина его упадка в настоящий век. Что касается проблем профсоюза со спортом и работниками полных внушенназин, значит, ну, к сожалению, мы можем видеть и предательство и со стороны неосвободленных работ. То, к сожалению, не имеет значение. И это уже вопрос политических и идейных. Это вопрос идейной политической зависимости даже неосвободленных работ. И, значит, вот у нас последний может есть материал на эту тему. Кажется, всех, кто предлагает дежурному после занятия в России получить шаг. Так, товарищи, значит, я два слова только сказать, что я, конечно, не имею в виду, когда я говорю тепличность в условиях рабочего класса, конечно, я не имею в виду тепличность по отношению к интеллигенции. Ясно, что у рабочего работа была тяжелая, опасная, вредная для здоровья и при советской власти, никто не спорит. Но, по сравнению с нынешней ситуацией социальное поражение рабочего, все-таки сказать, что тогда были двери, куда рабочий обиженный, скажем, начальником кем-то мог пойти постучать, его бы там выслушали и меры бы все приняли. Сейчас постучать все же можно. Это по разрываниям, которое по инерции катилось до 91-го года. Это плюс, это же нет. Это плюс, конечно, но это тепличность определенная. Понятно, что это тепличность? Ну, как то, что мы тут в теплее сидим, это хорошо ли? Можно еще тоже добавить. Так. Ну, давайте, что предатель здесь не только себя освобожден, но если ты не освобожден, конечно. И тут же вопрос, можно не потому, что они такие изначально порочие люди, они вынуждены их предательства. Они вынуждены. Ну, как это вынуждены? Ну, Кто это вынужден? Не тоже вынуждены. Значит, у нас проходят занятия все современного производства. Значит, в университете современного производства есть соответствующее руководство, как во всяком университете. Есть контррабочая академия, которая учредилась университетом. Есть руководство РКРП, которое предоставило соответствующее помещение, с которым согласовало программный порядок и деньги. Значит, вот они определяют порядок следующий. Еще раз объявляют для всех. Для всех одинаковые. В любом месте есть свой порядок. Если вам не нравится, идите в другой местный. Д enemies который вам нравится. Порядок такой. Слушаются лекции. Раз. Лекции, кстати, какие еще лекции поставят? Таких специалистов пригласить, принимается предложение, принимает и руководство фонда, и непосредственно лектор. Лектор университета Калкул Виктор Иванович, кандидат в Казанистике. После лекций удаются вопросы. В ограниченное время, если мы будем очень долго с вами поседать, мы разбоним всех людей из университета, мы будем нас не заинтересовывать, потому что время позднее, и мы должны еще. Есть люди, которым делать нечего, и которые будут, так сказать, тянуть время. Не все в таком положении. Третье. Объясняю правила, которые мы не хотим, что будем соблюдать и придерживаться. Кто не будет соблюдать правила, не будет опускаться сюда. Третье. После того, как заданы вопросы, мы к ним не возвращаемся, после заданных вопросов идет выступление. Человек выступает. выступает по типу числа. По вопросу один раз, чтобы другие люди тоже могли выставить. Вот и все. И второе, значит, если никто больше не хочет выступать, сделает заключение лектор, потому что он, как всякий лектор-докладчик, имеет возможность сделать заключение. Я не был, я не был. Вот, был порядок такой, действительно, работали. Соответственно, человек работал за станком, потом, дителю было в определенной часе, два часа, что такое, он ходил на собрание, соответственно, вот этот период, как бы у него было все оговорено, даже по договору, это все оговорено было. И то же самое представители правкома, то же самое имел возможности такие же. Правкомы разрабатывались программы по контролю всем-всем-всем попутно, да, имелся, кто-нибудь, наверное, помнит такие вещи тоже. Контроль был запроизводственным, вот какие были возможности элементарного простора, возможности такие были. Конечно, да, так было. То есть, огромные плюсы, скажем так, то, что советский строй шквал и, соответственно, давал волю, имелся, да не волю, извиняюсь, возможности для рабочего класса, для рабочего класса не будет, но не буду применять. Для рабочего, это, безусловно, было присутствовало до, чуть не по инерции, потом еще после того, как разрушился определенный период, было такое, было. Простите, товарищ Микер, какой пример предприятия вы можете привести, где бы секретарь парткома был неосвобожден нерабочий? Нет, я крупного предприятия. Ну, цеховая внизу-то, да, с горовой-то загнило, с горовой-то загнило, с горовой-то загнило, с горовой-то загнило, А где был рабочий? С горовой-то пошел, а не головой. С горовой пошел. Извините, были секретари, которые до сих пор я с ними с ним... Были. ...заботы, вообще, были кяны свое. Нормальные люди, к сожалению, как граждан вложили в сторону. Последний раз, да. Ладно, спасибо. Так, давайте, Борис Микарович. Ну, я вообще хочу поблагодарить, например, Юрия Львовича. Очень интересно. Вот аналог, как вообще должны рабочие относиться. Он не протестер, не ученый, хотя и здесь в университете современно-то, просто. Это большое наше общее достижение, что ведущие профессора, ведущих вузов страны здесь могут выступить. Но здесь выступают и рабочие. И посмотрите, какой уровень подготовки. Уровень культуры, внутренней культуры. Вот это надо претишиться. Я скажу, везде есть порядок. В суде, если рассматривается этот вопрос, то другие вопросы мы не будут рассматривать. Важно поставить на место судья. Если мы здесь рассматриваем вот этот вопрос, давайте мы строго по теме. И к этому выступлению, к любому выступлению, мы все должны готовиться. Если раз вот это выступление идет, и вопросы строго по выступлению, невозможно в хаотическом порядке и задавать все вопросы, которые на болезни. Их действительно много. Но в данной ситуации рассматривать тот вопрос, по которому шел вектор. И другого не будет у нас в порядке. И давайте придерживаться. Спасибо. Так, ну что, товарищи, заключительное слово Валерий Львович будет говорить? Да, я скажу. Я как бы добавлю, во-первых, у товарища Стушоу, которому не понравилась концепция, да? Она, в общем-то, всем не нравится. Но, тем не менее, значит, в той же концепции экономической, социально-экономического развития, да, 2020 года, там и говорено про минимальную заработную плату, что она за 12 лет должна вырасти какого-то уровня, там, скажем, 60 тысяч рублей. Ну, вроде бы, вот так вот. Значит, как мы вот это вот дело пристегнули к социально-экономии, ну, я имею в виду профсоюз докеров, вот наиболее та часть прогрессивная, которая вот на ПКТ сейчас существует. Значит, посчитали, во-первых, стоимость рабочей силы, вот эти 202 тысячи вывели, потом взяли существующую минимальную зарплату труда и взяли то, которое, значит, существует на ПКТ. И получилось так, что на ПКТ зарплатах пять раз выше минимальной, вот на сегодняшний момент. И построили до 2020 года, значит, как бы график повышения, да, приближения заработной платы к стоимости рабочей силы. Вот этим 202 тысячам рублей. Естественно, что там сразу никто не даст. должно какое-то рост производства быть, и она по КТУ существует. И вот впервые вот эта организация сейчас ведет переговоры по поводу вот этого графика приближения к стоимости рабочей силы и может апеллировать, разговор ведет с капиталистами и может апеллировать на эту концепцию, что согласно концепции правительственной. И это очень выгодно, то, что есть положительное, вот это брать и переносить на практику. Сергей Николаевич, тогда не срок, надо платить коэффициент инфляции на это все. Ну, да, да, да. А там уже, там и есть, значит, в коллективном договоре пункт уже принят, он на ПКТ, о, значит, повышении уровня реального содержания заработной платы, где, а повышение, то есть, как в законе, то есть, как бы трактуется в том же капиталистическом трудовом кодексе, то есть, берется ежегодный уровень инфляции и плюс индексируется, и плюс повышение, это значит, что-то сверху. Вот, то есть, все, все, так, то, что есть положительное, вот, то надо все-таки поддерживать, наверное, а не отметать все вот так вот, все, все. Спасибо вам большое, значит, в следующий раз, через неделю, 29 октября, лекция будет такая, всемирное историческое значение Великой Октябрьской социалистической революции, а лектором у нас будет первый секретарь ЦК РПРПК Виктор Автодевич Тюлькин. Когда это будет? Через неделю, 29 октября, в четверг, в 15 часов.